Продолжение следует... Вторым у нас было на испытании однофазное реле прямого включения серии EZ9 от Schneider Electric. И оно себя достойно проявило. Но вот только у него отсутствует дисплей и различного рода регулировки. И вот по результатам голосования сегодня на очереди у нас легендарное уже реле напряжения UZM50C от Meander с номинальным током 63 А. Данное реле можно приобрести в интернет-магазине ATM. На дату публикации видео его стоимость составляет около 3500 рублей. Ссылочку на реле я оставлю в описании под видео. Даже уже ленивый слышал про ситуацию с массовым отказом и браком реле Meander. Немного поясню. Брак был найден у реле UZM51M в партии, выпущенной с июля по октябрь 2018 года. А также у реле UZM50C, выпущенных с декабря 2018 года по февраль 2019 года. В итоге было зафиксировано две неисправности. Первая, это реле всегда оставалось во включенном положении, во включенном состоянии, независимо от уровня напряжения питающей сети. А вторая неисправность, это не функционировала кнопка, вот она, ручного включения-отключения реле. Приложу сейчас скрины официального письма Meander. Кстати, у кого все еще, у кого до сих пор установлены в щитах реле, изготовленные в указанные выше периоды, то вы можете смело обратиться к производителю Meander и обменять их совершенно бесплатно. Ну, со слов Meander, беда все же миновала, эти реле. Реле, неисправность устранена и теперь они работают без нареканий. Вот мы заодно и проверим. Для наглядности я буду периодически проводить сравнение реле UZM50C с реле EZ9 от Schneider Electric. Ну, как видите, реле достаточно компактное и занимает также всего два модуля. В отличие от некоторых его аналогов, например, того же RN106 или RN111 от Novotec Electro. Пластик у реле глянцевый, а вот у Schneider Electric более шероховатый и грубее. В отличие от Schneider'а, реле UZM имеет уже ЖК-экран. Я уже в прошлый раз говорил, что лично мне нравится, когда имеется как минимум индикация текущего уровня напряжения в сети. А здесь, помимо напряжения, имеется еще и индикация тока и мощности, ну, активной мощности киловатты, что, безусловно, дает свои преимущества при эксплуатации. А в случае аварии, вовсе, сразу же видно уровень напряжения в сети, о чем, соответственно, можно сделать вывод, либо это там случилось понижение напряжения какое-то, либо повышение, ну и так далее. То есть, по сути, можно сказать, что UZM50C, это у нас реле защиты от повышения и понижения напряжения, плюс вольт-ампер-фазометр. Про один из типов вольт-ампер-фазометра я рассказывал в отдельном своем видео. Кому интересно, можете посмотреть. Диапазон измерения напряжения составляет от 20 до 440 вольт. По току от 0,6 до 65 ампер и по мощности от 0,18 кВт до 20 кВт. У реле UZM, опять-таки, в отличие от Schneider, имеется возможность регулировки уставок срабатывания реле и его выдержки времени. Я в прошлый раз уже говорил, что считаю это весомым преимуществом, так как имеется возможность под свои нужды и потребности выставить необходимые уставки, в том числе в зависимости от состояния конкретной электрической сети. А поверьте, сети бывают разные. Только вот у реле отсутствует какая-либо защита в выставленных уставах, например, с помощью какого-нибудь пароля или закрывающейся крышки с пломбой. Например, как это сделано у белорусского реле SR721 от электроавтоматики. Вот у нас аналогичное реле, очень схожее. У него есть защитная крышечка, крышечку можно закрыть и при желании установить пломбу. Неплохое решение, нежели просто без всякой защиты. Кстати, это у нас будет следующий экземпляр для наших испытаний. Температура эксплуатации реле УЗМ-50С находится в пределах от минус 25 до плюс 55 градусов. Что один в один, как у Шнайдера. Но у УЗМ имеется еще исполнение УХЛ-2, где отрицательный диапазон составляет уже ниже 40 градусов. Поэтому данное реле смело подойдет для установки на улице. Как я уже говорил, тот же RV32A от EKF может работать в отрицательном диапазоне всего до минус 5 градусов. Что, естественно, значительно ограничивает его применение. Коммутационная стойкость реле составляет 100 тысяч коммутаций, что в 10 раз больше, нежели у Шнайдера. Но здесь у меня есть некоторые сомнения, про которые я говорил и в прошлый раз. Посмотрим это чуть позже, когда разберем данное устройство и увидим установленное внутри него реле. Несколько слов про подключение. Как я уже говорил, реле прямого включения можно подключить в сеть двумя способами. Первый вариант я предпочитаю больше, так как при этом мы защищаем не только электрооборудование своего дома, но и сам счетчик электрической энергии. Ведь при повышении напряжения в сети компоненты электронного счетчика также могут выйти из строя, и он также нуждается в защите. Но в этом варианте могут возникнуть проблемы с управляющей компанией по поводу опломбировки. Решение проблемы достаточно простое. Это размещение вводного автомата и реле напряжения в отдельном пластиковом боксе, который впоследствии необходимо опломбировать. Кстати, посмотрите мое видео про все способы опломбирования автоматов и прочих модульных устройств. В отличие от Шнайдера, питание на реле, фаза и ноль, подается не снизу, а сверху. Это, скажу я вам, менее удобно. Если у Шнайдера мы просто делали такие коротенькие перемычки, так как у него вход был снизу, то здесь необходимо с задней стороны, с задней рейкой, пробросить два проводника. Но как бы это неудобно, но несущественное. А во-вторых, у Шнайдера было удобно, что к выходным клеммам реле, они у него вверху находятся, можно было сразу подключить гребенку и расключить все отходящие автоматы. Здесь же такого не получится. Например, здесь у нас установлен ряд автоматов, и мы должны уже с выхода реле опять-таки завести фазу и ноль там, ну или фазу, на ряд установленных автоматов. Вот такое вот отличие и вот такие неудобства. Но, как я уже говорю, они не особо и существенные. Зато при таком расположении выводов, то есть питание сверху, накрузка снизу, в случае выхода из строя реле, а такое бывает, как показала практика Меандра, его можно без проблем временно заменить любым двухполюсным автоматом или диф-автоматом, но не суть важна. Не нужно переделывать какую-либо коммутацию в щите, снял его, подключил автомат аналогичным образом и вперед. Согласно технических характеристик, сечение можно подключить, сечение до 33 квадратных миллиметров, ну либо два проводника по 16. В принципе, аналогично, как и у Шнайдера. Но, прошу заметить, что на клеммах реле отсутствуют пластиковые накладки, как это было у Шнайдера. Вот они. Они необходимы для защиты персонала, для защиты потребителя, от случайного прикосновения к выводам реле. В общем, вот подключил реле. Показывает сейчас текущее напряжение 217 вольт. Здесь горит желтый светодиод, реле. Прошу заметить, что напряжение на устройстве у меня 220 вольт. Ну, то есть, некоторая погрешность все-таки есть. Ну, периодически у нас появляется индикация О, символизирует и дает нам понять, что сейчас у нас здесь показывается напряжение. Да, некоторая погрешность, как вы видите, имеется. Но здесь особой точности прям вольт в вольт и не нужно. Это же у нас не электроизмерительный какой-то точный прибор. Пробежимся по меню. Сейчас у нас отображается напряжение. Нажимаем выбор. Вот появился А, амперметр. И показывает у нас 1,1 А. Если честно, не знаю почему. При... То есть, нагрузка у меня отсутствует. А он уже показывает и отображает 1,1 А. Как-то не совсем это правильно. Дальше. Мощность. П. И отображение опять-таки идет 0,2 кВт. То есть, по сути, это показывает, что у нас уже 200 Вт подключено к выходу. То есть, 200 Вт на 220 Вольт. Это и есть порядка 1 А. Но по факту, как вы видите, ничего у нас здесь не подключено. Все-таки нужно разобраться, почему у нас некорректно отображается ток и мощность на холостом ходу. В общем, когда я подключаю питание с нашего устройства RITOM, данный УЗМ почему-то мне начинает обманывать. То есть, появляются какие-то показания как бы на выходе. А когда у меня подключено к обычной сети, то есть, не через RITOM, а к обычной сетевому напряжению, то там идут прочерки. В общем, какое-то вот здесь вот есть несоответствие. Причем, RITOM 21 – это устройство, у которого на выходе чистое синусоиды. То есть, здесь все управление осуществляется латером и никаких искажений и напряжения нет. Такой имеется нюанс. Ну ладно, идем дальше. Стало мне интересно, подключил я сейчас нагрузку 1 кВт. Это у меня электрокамин, но у него одна ТЭНа уже вышла из строя, поэтому по факту около 500 Вт будет нагрузка. А соответственно, это у нас будет 0,5 кВт отображаться и около 2,5 А. Наверное, около 2,5 А. Итак, поехали. Вот напряжение у нас 230, 226 В уже. И смотрим по току. 2,3 А. Ну, это более-менее как-то правдиво уже. А по мощности? А по мощности ровненько, смотрите, 0,5 кВт. Так, далее у нас. Это уставка повышенного напряжения 270 В сейчас установлена. Немножко не успела, поэтому прибежимся от У-Хай, от У-Лоу. 170 В стоит, уставка минимального напряжения. Выдержка времени стоит 10 секунд на АПВ, на включение реле после сработки. Здесь хотел бы еще показать функцию фиксации максимального и минимального напряжения. Вот это у нас уставки. Выдержка АПВ. А вот у нас У и такой вот значок 254 В. Это максимальное значение напряжения, которое у нас было в сети. Это очень удобно. То есть, например, сбросили показания и уехали там куда-нибудь. Через определенное время можно посмотреть максимумы и минимумы за определенный период. Даже когда вас не было дома. Вот у нас максимум был 254 В, а минимум у нас был 40 В. Очень удобно. Можно вот эти показания максимального и минимального напряжения сбросить. То есть, вы там приехали за какой-то период, посмотрели, вас это устроило, для себя зафиксировали, ну и сбросили при необходимости. Кстати, вот у нас есть здесь еще ручное управление. Очень удобно. То есть, хотим, мы можем как бы выключить реле и производить какие-то работы в щите. Дальше там поработали, например, и можно обратно включить. Кстати, видите, здесь, когда реле у нас отключено, то здесь еще появляется индикация OFF. Что дополнительно символизирует об этом. Напомню, что уставку по повышению напряжения можно регулировать в пределах от 240 до 295 В. При этом реле имеет фиксированный порог отключения при 300 В. Установим уставку по верхнему пределу на 260 В. Переходим на U-HIGH, 270 В, удерживаем кнопку минус, 5 секунд. Тут заморкало и можно сейчас плюс-минус регулировать необходимое нам значение. Ну, я выставлю 260. Все, оставляем. Через 5 секунд значение зафиксируется. Готово. Идем дальше. U-LOW, то есть минимальное напряжение. Опять держим 5 секунд. Значение заморгало. И теперь выставляем необходимое нам значение. 190 В, например. И оставляем. Кстати, напомню, что уставка у нас по понижению напряжения может регулировать в пределах от 100 до 190 В. При этом реле опять-таки имеет фиксированный порог отключения при 80 В. Пойдем дальше. Время АПВ 10 секунд стоит. Опять нажимаем кнопку минус. И выставляем не хочу я ждать 10 секунд, хочу ждать 5 секунд. Ее можно регулировать, как я уже говорил, в пределах от 3 до 999 секунд. У Шнайдера уставка АПВ идет фиксированной и составляет всего 30 секунд. То есть теперь, если у вас имеется нагрузка в виде компрессоров и тому подобное, то можно смело выставить задержку включения вплоть до 16 минут. Итак, поднимаем напряжение до 260 В. 250. Вот у меня 260 уже. Здесь 256. Ну, как видите, здесь есть некоторая разница между моим устройством и индикацией на реле. Итак, поднимаем до... Оп! Видите, 262 вольта. Здесь у меня 265 вольт. 264. Ну, где-то 3 вольта разница. 3-4 вольта. Видите, реле сработало у нас. То есть вот горит красный светодиод. Кстати, интересно, можно ли при сработавшем реле принудительно включить? Нет, нельзя. То есть вот, видите, защита от дураков. То есть, если вдруг при повышении напряжения реле у вас работает, отключить потребителя, типа можно подойти включить, то не тут-то было. Реле заблокировано. Ну, а теперь снизим напряжение. Посмотрим, при каком напряжении. Оп! То есть 256 вольт уже пошел отчет. 5 секунд. Ну, 252 вольта здесь на УЗМ. Время срабатывания реле по паспорту при повышении напряжения составляет 200 миллисекунд. Но также здесь есть функция ускоренного отключения при напряжении 300 вольт. Которая составляет уже не 200, а 20 миллисекунд. То есть 10 раз быстрее. К сожалению, проверить время срабатывания у реле вот таких типов прямого включения у меня не получается. Нет возможности. Поэтому поверим производителю на слово. Проверяем уставку минимального напряжения. Напомню, что у нас выставлена уставка 180 вольт. Поехали. 185. Оп! Видите, у нас стал моргать вот этот желтый светодиодик. И через 10 секунд у нас реле должно отключиться. Напомню, что выдержка времени по нижнему пределу составляет 10 секунд. Она у нас фиксированная и никак не регулируется. Но также здесь есть функция ускоренного отключения при напряжении 80 вольт. Которая составляет 100 миллисекунд. То есть, если мы быстро, допустим, сейчас увеличим напряжение. Вот, а что такое у нас? 350. Это что за глюк? У меня здесь 224 вольта, 225 вольт. А здесь у нас 340 показывает. Странно. 333 уже. Хотя здесь ничего у меня не меняется. 225 вольт. Причем реле-то горит в аварии. Оно не восстанавливает питание. Вот я принудительно сам включил. Вот 222 вольта. А здесь у нас 225 вольт. Странно как-то. Ладно. Сейчас попробуем быстро на 80 сделать. Оп. То есть, 72 вольта. И реле у нас сразу мгновенно отключается. Без выдержки 10 секунд. Смутило меня вот это значение в 350 вольт, когда на выходе устройства у меня было 225 вольт. Подобные глюки, подобные вот такие вот несоответствия мне уже встречались в сети. Ну давайте, может, еще раз попробуем как-то. Я поднимаю напряжение. 100 вольт. То есть, реле у нас вот как отключилось. Вот он отключенный красный светодиод горит. Мы обратно восстанавливаем питание до сетевого. 130 вольт. 150 вольт. 180. Оп. 360 откуда-то появились. Откуда? И опять горит авария. И опять горит авария. Что происходит с этим реле? Причем я ничего не делаю. Вот у меня 188 вольт. Так и есть. А здесь напряжение начинает падать. Вот оно пытается снижаться. Уже 240. Наверное, сейчас дойдет до 180 и включится. Интересно. Давайте посмотрим. Нет, не хочет. Вот. 187,2. Здесь на устройстве 187,8. Все четко. Но у нас УЗМ живет своей жизнью. 110 уже вольт. Он в аварии весь. И не хочет включаться. Поехали. Еще раз уменьшаем напряжение. Все, реле у нас срабатывает. Вон идет выдержка. Моргает желтый светодиод. 10 секунд. Оп. Отлично. 163 вольта. Здесь тоже 165 вольт. А дальше начинаю поднимать напряжение. Оп. И опять глюк. 360 вольт он показывает. 356. Давайте проверим повышение напряжения. Оп. Вот поднимут 280. И давайте восстанавливаем. Оп. И опять, кстати, такой же глюк. Смотрите. В общем, удалось мне разобраться в данной ошибке. При работе реле слетела уставка АПВ. То есть у меня стояло изначально 5 секунд. Я вам показывал, как я ее устанавливал. А затем при проверке реле, там, понижением, повышением напряжения, в какой-то период, а конкретно при понижении напряжения, уставка АПВ слетела с 5 секунд до 360. И поэтому, когда у меня обратно напряжение восстанавливалось, сразу же шел обратный отчет уже не с 5 секунд, а с 360. Сейчас я все вернул, вот у меня обратно стоит 5 секунд, пробовал, имитировал, сейчас аналогичные ситуации. И пока не добился того, чтобы реле вновь выдало такой глюк, такую ошибку. Ну, не знаю, надо, в общем, время покажет. Эту информацию я уже передал представителям Меандра, на что пока не получил никаких конкретных ответов, как бы пояснений ситуации, объяснений ситуации. Хотя мне очень бы хотелось, потому что данное реле, оно произведено уже мартом 2019 года. Вот здесь вот есть маркировочка 91М30. Ну, то есть это какая-то серия, и М30 это может мартом, 30-я какая-то партия. Вот. А как они сами же и пишут, что после февраля 2019-го все косяки, все ошибки данного реле были устранены. Но, как показывает практика, не все. В общем, сколько бы я после возникновения этой ошибки реле не мучил, и понижением, и повышением, и прогрузкой током. Подобная ошибка у меня, к сожалению, не появилась. Может быть, к счастью, может быть, к сожалению, но она не появилась. Поэтому вот такая вот у нас ситуация. Время пошло. Прошло 30 минут, и, как видите, реле достойно выдержало испытания. Никаких запахов, перегретых элементов я не зафиксировал. Максимальная температура у реле, вот в этой части, где сейчас находится цифровой центральный курсор, и составляет 32 градуса. Всего 32 градуса. Вот в этой части максимальный нагрев. Так, ну а теперь снижаем напряжение до номинального 220 вольт. Пошел обратный отчет. Оп! 220 вольт. То есть, как видите, ничего из строя не вышло, и реле сохранило свою работоспособность. Кстати, забыл сказать, что здесь есть еще одна очень интересная функция. Это количество срабатываний реле. Вот, OFF. То есть, 22, видите, 22 раза. Это говорит о том, что реле срабатывало 22 раза. Как раз таки, при моей проверке, это тому и соответствует. То есть, задумка хорошая. Здесь фиксируется и максимальное напряжение, и минимальное напряжение, которое было за определенный промежуток времени, а также и количество срабатываний. Очень удобно. Решил я все-таки разобрать реле, чтобы посмотреть схемотехнику и характеристику внутреннего реле. Вот, как видите, здесь ноль проходит через реле сплошной шинкой. А коммутируется только у нас фаза. Ну, это аналогично было сделано и в шнайдерском реле. Только здесь это выполнено жесткими шинами неподвижными и зафиксированными в плате. А там это было сделано гибкими проводниками. Медными гибкими проводниками. В устройстве имеется мощная варистерная защита от импульсных перенапряжений. И, кстати, вывод варистера у нас здесь приварен к шинке. То есть, соединение выполнено с помощью сварки. На плате все выглядит достаточно чистенько, аккуратненько. Никаких следов флюсы я тут не вижу. Внутри установлено реле с номинальным током 80 Ампер. МР-25.1 на 80 Ампер. Что вполне соответствует заявленным характеристикам. Напомню, что номинальный ток реле заявлен как 63 Ампера. А максимальный ток коммутации 80 Ампер в течение 30 минут. Ну, а вообще здесь применено аналогичное реле, как и в Шнайдере. Это поляризованное реле. Оно не потребляет ток в состоянии покоя, а только непосредственно в момент коммутации. В рабочем состоянии данное устройство, УЗМ-50С, имеет минимум собственного потребления. Порядка 2,2 В Ампера. Это даже чуть меньше, нежели у Шнайдера. У него 4 В Ампера. Вот только не пойму одного, почему Шнайдер при прочих равных условиях, имея реле даже на 90 Ампер, заявляет номинальный ток всего 40 Ампер, а тут 63 Ампера и даже все 80 Ампер. Почему Шнайдер не сделал аналогичным образом? Ведь они могли смело заявить как минимум 63 Ампера. Ну а теперь проверим нагрев реле при номинальном токе 63 Ампера. Вот у нас источник тока проходит через контакт реле. Здесь я сделал двойную перемычку, то есть 12 квадрат. И обратно через нулевую шинку уходит к источнику. Реле я буду включать механический. Вон, видите, беленький маленький рычажок здесь есть. Я сейчас замкну контакты реле и начну прогрузку. Поехали. Ну 64 пусть будет, 65. Время пошло. Прошло около 10 минут. В принципе температура у нас установилась. Мы имеем вот такую вот красивую картинку. То есть максимальная температура нагрева реле при токе 63 Ампера составляет 58 градусов. Вот как раз в части, в контактной части реле. С другой стороны никаких нагревов нет. Ну потому что там и нет контактных соединений. И еще с этой стороны. На провода не смотрите на нагрев. Нас интересует непосредственно реле. Вот есть какой-то здесь вот кусочек, где варистер присоединяется к шинке. У него температура тоже тут достигает 47 градусов. Ну а теперь я поднял ток до 80 Ампер. Посмотрим до какой температуры нагреется у нас реле. Потому что в заявленных характеристиках производитель указал, что при таком токе реле способно проработать 30 минут. Прогружу порядка до какой-то определенной установившейся температуры и посмотрим температуру нагрева. Прошло более 10 минут, а точнее около 12 минут. Ну а температура у нас, максимальная нагрева составила 80 градусов. Все в той же, естественно, области. Вот здесь у нас нагрев еще больше увеличился. 60 градусов уже составляет. Скорее всего, это просто от нагрева реле, с его другой стороны внутренней, греется таким образом печатная плата. Но учтите, что это замеры температуры при открытой установке реле. Если же измерить температуру еще его внутри корпуса, то она будет, я думаю, практически до 90-95 градусов может легко дойти. Я думаю, это не лучшие условия работы электронных элементов, которые расположены вот с обратной стороны реле. Потому что вот эта часть платы греется тоже достаточно сильно. Все-таки я склоняюсь к тому, что эксплуатировать реле при таком токе 80 Ампер, это не очень хорошо. Самый оптимальный режим работы данного реле, я думаю, как раз-таки 60-63 Ампера, не больше. В принципе, то же самое можно сказать и про Шнайдер. Не знаю, почему они заявили 40 Ампер. Но все-таки я решил произвести около 20 коммутаций тока 80 Ампер. Почему бы и нет? Опять-таки коммутировать буду здесь с помощью ручного переключателя. Вон он. Ну все, 20 коммутаций я провел. Сейчас разберем реле и посмотрим. Вот у нас само реле. Как я говорил, оно у нас поляризованное. Вот наш рычажок, в котором я включал, коммутировал реле. Устройство реле аналогичное, как и у Шнайдера. Контакты после проведенных испытаний выглядят просто идеально. Запас прочности у контактов предостаточный. Помимо проведенных мной испытаний, данное реле можно проверить. У данного реле можно измерить время срабатывания при повышении и понижении напряжения. Непосредственно сам момент срабатывания реле. То есть, посмотрите, действительно ли реле срабатывает именно в тот момент, когда синусоида проходит через ноль. Дальше можно проверить импульсную защиту, проверить работоспособность его, вот этого большого баристера. Хотя для защиты от перенапряжений я все-таки предпочтение отдаю отдельным и специальным устройствам, типа УЗИП. Также можно проверить данное реле на различные помехи, возникающие в сети, посмотреть, как она на них реагирует. Также можно проверить и горючесть корпуса. Ну, может быть, чуть позже я соберу все реле и одним махом, одним видео проверю горючесть. Для перечисленного у меня такого оборудования, к сожалению, пока в наличии нет. Поэтому будем довольствоваться тем, что имеем. А имеем мы не менее интересные испытания и проверки. Ну, несмотря на недостатки данного реле, особенно в последнее время, про которое я рассказывал, устройство я считаю вполне удачным и интересным. Надеюсь, что Меандр все-таки решит все свои неисправности, которые возникают у нас с данным реле. И тогда реле можно смело рекомендовать, безоговорочно, абсолютно всем. Вот такое у меня получилось видео. Кому оно понравилось, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди много будет еще всего интересного. Также, если у вас возникли какие-либо вопросы по данному изделию, смело задавайте их в комментариях. Всем спасибо за внимание. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки Электрика». До новых встреч!